Деньги за неделю 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 Теперь о том, что сэкономит деньги и время для автовладельцев. В Тюменской области набирает популярность особое мобильное приложение. Автосервис, страховка, расходные материалы и запчасти. Где найти все это по самым выгодным ценам, расскажем далее. Рекомендация – это главное слово в условиях, когда все вокруг экономят. От соответствия цены и качества теперь не нужно долго искать в соцсетях или опрашивать знакомых. Заменить все это может новое мобильное приложение. Оно позволяет по заданным параметрам найти запчасти в магазинах или подать заявку в СТО. Причем свой запрос можно отправить всем в городе, а из отзывов выбрать лучший по стоимости. У нас это отображается онлайн, вот на компьютере мы видим заявку, перезваниваем клиенту, говорим адрес, как удобнее проехать, также можем сориентировать по пробкам. Если вы приезжаете по приложению, то у вас есть скидка. Для приложения у нас всегда свободный подъемник. Выбрать можно и страховку, а в будущем в приложении будут доступны онлайн-полисы. На появление дополнительных функций влияют сами пользователи, оставляющие отзыв. Разработчики готовы экспериментировать. Специально для этого есть функция обратной связи. Также у нас будет онлайн-магазин для СТО. На куртке, думаю, не будет никакой, просто будет стоимость за доставку. Вышло обновление экстренной помощи, то есть эвакуатор. Вы где-то сломались, у вас машина не едет. Вы нажимаете кнопку экстренной помощи, она называется там СОС. Нажимаете и указываете, как куда забрать, доставить куда. Кроме этого, сервис позволяет ввести учет затрат на содержание машины, запись покупок, заправок, расходов на ремонт. А повестит о пробеге и необходимости техосмотра, окончании действия страховки. Само приложение для пользователей абсолютно бесплатным является, то есть все функции будут доступны и реализованы в ближайшее время. То есть будет пополняться, расширяться функционал по мере запросов наших пользователей. Наше приложение можно скачать в онлайн-магазинах, это Play Market и Google Play. Приложение там размещено, также можно его оттуда скачать, либо с нашего сайта перейдя на соответствующие ссылки. И помимо всего этого, приложение Spirius позволяет увидеть и оплатить штрафы ГИБДД. Онлайн-технологии представили тюменцам на неделе и гости из Казахстана. Они уже готовы предложить за небольшие деньги кассовые аппараты с функцией электронной передачи данных о чеках в налоговую. Новинки представили на деловом форуме предпринимателей двух стран. Если говорить о нашем регионе, сегодня тюменцы поставляют в Казахстан продукцию на 123 миллиона долларов в год, а закупают на 34 миллиона. При этом партнерам из ближнего зарубежья есть что предложить – от продуктов питания до строительных материалов. С желанием сотрудничать в Тюменскую область приезжает все больше делегаций. Чем вызван такой повышенный интерес и какую пользу из этого могут извлечь наши бизнесмены? Тему обсудим с экспертом, директором Центра внешнеэкономической деятельности Ольгой Войлерд. Ольга Александровна, здравствуйте. В последнее время очень много делегаций посещает Тюменскую область. Мы знаем, что у нас много плюсов. Какие можете выделить вы, что привлекает к нам такое количество гостей? Безусловно, наш регион привлекает как иностранные компании к нам сюда, так и наши российские. Чем обусловлено привлечение сюда к нам? Конечно, то, что наш регион является одним из самых развитых нашей Российской Федерации. Все-таки мы входим в пятерку регионов с экономическим потенциалом. У нас создается очень большое количество новых производств, соответственно, новые рабочие места, достаточно высокая заработная плата. Это все является тем эффектом, который привлекает сюда наши компании. Если говорить о иностранных компаниях, то сегодня мы с вами встречаем Казахстан. Буквально в следующем месяце к нам приезжает делегация из Финляндии. Точно так же к нам, как я уже сказала, приезжают региональные компании. Буквально две недели назад к нам приезжала большая делегация из Пермского края. Также она уже приезжала второй раз. Это свидетельство о том, что наш регион интересен для сотрудничества, потому что приезжают к нам очень интересные компании, предлагают свои новые разработки. Мы со своей стороны, конечно, ведем переговоры о том, чтобы эти компании размещали свое производство у нас в регионе, организовывали совместные предприятия уже с нашими тюменскими компаниями. Эту работу мы ведем совместно с правительством Тюменской области, с Центром поддержки экспорта. Если говорить о сегодняшнем форуме с гостями из Казахстана, многие из них приехали к нам впервые и представили продукты в основном питания и строительные сферы. Это их самые сильные стороны. Чем вообще обусловлен выбор товаров для привлечения к диалогу? Вы действительно правы, в Казахстане производство строительных материалов считается одной из приоритетных отраслей. Точно так же у них развита и пищевая промышленность. Но это ни в коем случае не говорит о том, что пищевая промышленность в нашем регионе не соответствует действительности. Но так как каждая компания ищет новый регион сбыта, то, соответственно, и приезжают к нам с данными товарами. Но кроме этого, в казахстанской делегации также есть компания, которая представляет медицинское оборудование. Оборудование в области рентгенологии. И очень большой интерес со стороны наших медицинских учреждений именно к данному виду оборудования. Действительно, у нас в Тюменской области нет производства медицинского оборудования из этой отрасли. А то, что касается лакокрасочных продуктов, то это тоже интересно и для наших строительных компаний. Потому что их продукция несколько отличается от того, что имеется у нас на рынке. Ну а какие встречи предпринимателей пройдут еще до конца года? Приедут ли к нам иностранные делегации еще, либо наши предприниматели посетят другие страны? Вы знаете, на самом деле, четвертый квартал, он очень такой активный для наших предпринимателей. То есть буквально сейчас ТПП совместно с Центром поддержки экспорта организовала выезд наших тюменских предприятий на выставку в Китай. Выставка проходит в Гуанчжоу, там принимают участие пять наших предприятий, где мы, кстати, представляем нашу пищевую отрасль. У нас четыре компании, которые представляют именно сектор пищевой промышленности. Это и производство колбас, яутровский мясокомбинат, это мед, это наш любимый Иван-чай агрофирмы Русич, яутровская фабрика печенья. И компания Сибжилстрой, это уже непосредственно дома из дерева. Эта выставка проходит сейчас, и общаясь с нашими представителями, очень большой интерес к нашей продукции. Мы очень надеемся, что будут заключены договоры, контракты на поставку нашей продукции по итогам этой выставки. Кроме этого, в конце октября совместно с Центром поддержки экспорта мы организуем выезд и участие тоже наших предприятий в выставке в Армении. Выставка называется «Экспораша Ереван», которая будет проходить 26-28 октября. Но там мы уже представляем немножко другое направление. Там уже идет промышленное оборудование, производство сетки, производство дисков сцепления. То есть представляем немножко другое. Кроме этого, мы будем организовывать выезд наших предпринимателей в Азербайджан. В прошлом году мы выезжали уже с представителями нефтегазовой отрасли, то есть те, которые представляют оборудование, и организовали для них встречи. В этом году возьмем немножко другой сектор. Мы хотели бы взять деревообработку и то же самое сельское хозяйство, возможно, наши представители фармацевтической отрасли. Ну и Казахстан, конечно, остается нашей приоритетным направлением. Поэтому мы планируем до конца года также организовать еще одну бизнес-миссию в Республику Казахстан. Поэтому работы очень много. До 22 октября можно отдать свой голос за тот или иной товар от местного производителя, участвующий в конкурсе «Тюменская марка». О лидерах народного рейтинга мы поговорим в следующей программе. Увидеть эту и все предыдущие выпуски вы можете на нашем канале «Тюмен тайм» в Ютубе. На этом все. Увидимся через неделю в это же время. Редактор субтитров А.Семкин